добрый день дорогие друзья у нас с вами наступил уже август и собственно уж осень близится поэтому можем себе позволить роскошь вернуться в вязание понятно что тем у кого огороды как сказать страда еще впереди но те у кого огородов нет например это я им многие мои друзья да уже потихоньку начинает возвращаться в свои проекты у меня все лето вязание не останавливалась те кто подписан в инстаграм это видит знаю да то есть я продолжала вязать и вижу я не делю вязание на летнее и зимнее то есть я как зимой могу вязать бурет виды разные шелка хлопка там но я не очень люблю летние летнюю одежду вязаную да я ее не очень понимаю стилистически а вот поэтому я вижу когда угодно и что угодно то есть для меня нет различий сегодня мы с вами будем разговаривать про кардиган который я себе вязала он скажем так это достаточно неожиданная вещь и в моем гардеробе и стилистический и неожиданный состав поэтому давайте начнем с самого начала начиная с самого начала скажем так что этот кардиган изначально это была тестовая вещь и тестовая вещь это была ну образец связан для этого кардигана исключительно для того чтобы протестировать средства для стирки в инстаграм ко мне обратилась компания фирма аккаунт неважно да каравул и они мне предложили протестировать средства свое для стирки но поскольку скажем так я не я не беру на тестирование не беру ничего на рекламу но просто ли попали под настроение скажем так я сказала что ну я игра если мне не понравится я же так скажу что мне не понравилось я грубо понимаете чем это аукнется а мы не понравится скажете что не понравилось ну тут на собой вообще меня тоже в принципе сложно достаточно взять но я сказал ну давайте присылайте ну потому что до снятия пропитки с каких-то пряж достаточно сильно пропитанных да бывает иногда затруднительным но не всегда бывает это сделать просто и легко естественно мы с вами всегда ищем волшебное средство чтобы ничего не делать и она сама все распушилась также хочу обратить ваше внимание что не каждая пряжа в пропитке не каждая пряжа разбухает и не у каждой пряжи должен появиться пушок и поэтому часто люди не понимая что у них за пряжа в руках ее мучают пытаясь из нее выбить там какую-то чернобурую лисицу она простите меня глоткошерстная такса поэтому это тоже надо понимать да и как бы осознавать свои действия что вы делаете но факт то что значит мне прислали это средство и поскольку для того чтобы протестировать средства для снятия пропитки нужно скажем так изделие ну или образец с максимально возможной гадкой пропиткой гадкой пропиткой у нас часто отличается донигал твит хотя партия от партии очень отличаются скажем тот донигал твит который был раньше он был гораздо более вонючий и сильно пропитанный чем например сейчас но у меня был донигал достаточно старый я у ира магнуна заказывала ссылочку прикреплю под видео есть инфоблог вот там разворачивается текст под видео сейчас внизу и там есть информация все так вот я давно-давно брала у нее меня этот донигал стоял и что-то я по нему соскучилась вы знаете как я люблю этот материал я его собственно говоря достала с полки и решила попробовать для себя именно эту пропитку ну просто донигал в виде донигала мне вязать уже ну честно говоря не очень интересно да ну в силу как до того что у меня очень большой опыт работы с этой пряжей и мне уже стало скучно и хочется чего-то невероятного а в свое время я взяла попробовать пайетки с али экспресс да мы все знаем что есть замечательная люстроза вот она вот люстроза остатки от былых проектов и аналог с алиэкспресс кстати посоветовал мне его та же ира магнуна моя подруга и соответственно я взяла попробовать и вот он с алиэкспресс клубочек я не буду оставлять ссылку на алиэкспресс поскольку я не готова брать на себя ответственность за непонятных мне китайцы я скажу честно не потому что китайцам плохо отношусь потому что я не знаю этих продавцов я не знаю что это за люди кому чего они отправляют но образно говоря морду идти бить некому поэтому я не готова брать на себе ответственно если вы введете на алиэкспресс пряжи с пайетками вы непременно найдете вот такой замечательный моточек нитки абсолютно разные вам сейчас покажу но давайте сначала мы с вами перед тем как будем говорить про пайетки поговорим про шампунь в кавычках значит это средство для первичной стирки вот так вот изделие из из пряжи заводской пропиткой добавляется то есть средство удаляет все ну буквально несколько капель на небольшой тазик положили забыли потом просто так вот пожмякали образец да и вот смотрите вот у нас нитка не стиранного донигала да для сравнения вот а вот во что превращается просто полежав то есть я не терла ничего вы сравните толщину то есть на данный момент это наверное одно из лучших средств которые снимают пропитку без всяких вообще телодвижений поэтому мне оно очень понравилось это средство и поскольку уже был ну я связал этот образец вязал образец из донигала и как всегда он мальца конечно косенький но это как бы особенность пряж ровничного типа и ничего с этим не сделаешь мне средство очень понравилось я им потом стирала весь кардиган кардиган я потом еще стирала в машине то есть вообще очень хорошее средство мне нравится ссылку на аккаунт я в инстаграм да и по-моему у них есть сайт я оставлю тоже под видео вы там можете соответственно обратиться посмотреть если кому надо то купить но поскольку у нас у всех средств полно но у меня не не знаю у меня их наверно такой печеньше уже десяток самых разных есть лучше есть хуже есть совсем какие-то бестолковые на мой взгляд то конечно каждый выбирает по себе но это все зависит еще от той пряжи которую вы используете да может быть вы используете пряж без пропитки такие средства вообще не нужны но и повторюсь это только для первичной стирки надо понимать что вот разочек вы этим постирали больше вы этим это изделие стирать не будете то есть это только снять пропитку и все поэтому если покупать эту бутылочку надо понимать что это вам наверное ну я не знаю тем кто не в промышленных масштабах вяжут да это на несколько лет хватит потому что это только для первой стирки также есть для пушистых пряж у этой фирмы средства но у меня есть но я не пробовала говорю честно потому что у меня пушистых пряж как-то в проектах не случилось а перестирывать то что есть как не очень интересно а вот поговорили о стирке теперь переходим к пайеткам а тут была такая история что ира магнуна мне показала пайетки которые она купила сама то есть ей понравились на гостри какие пайетки мне понравятся такие прикольные я вру о супер я говорю я тоже хочу а где взяла она говорит а вот тут я говорю а да я посмотрю фактически люстрозы но там были на самом деле я купилась на матовые пайетки потому что ну скажем так люстроза которая у меня есть она блестящая она очень скажем так обязывает но если внимательно посмотреть то вот здесь вот блестящие пайетки они конечно блестят сильнее люстрозные чуть-чуть если мы будем говорить про скажем так крепость самих пайеток то вот люстроза на маникюр мы не смотрим смотрим на пайетки то есть люстроза гнется очень тяжело то есть она видите режет пальцы это пряжа здесь помягче пайетки они так сильно пальцы ну не режет то есть в люстрозе изначально пожестче сами все пайетки ну не на не очень сильно но есть такое второе что я хотела показать теперь смотрите делаем тест на руках вот я накручиваю нитку да пытаюсь порвать сейчас у меня люстроза то есть вы видите то чтобы порвать ну это надо очень сильно вообще приложить усилия если я говорю про алиэкспресс то есть нитка сама по себе значительно рыхлее значительно мягче то есть намного и тут это многонитка как мы с вами видим и здесь это многонитка как мы тоже видим при вязании люстроз у меня никогда пайетки не подсыпались такого не было никогда то есть ну я по крайней мере не припоминаю эти могут чуть-чуть подсыпаться брала я их пайетки примерно 250 рублей за 50 граммовый моточек кулечек цвета есть очень красивый вот на алиэкспресс прям вот совершенно спокойно заходите пряж с пайетками находить очень этот розовый с матовыми я себе взяла про запас я понимаю что как бы пайетки там приходит уходит но мне что-то прям захотелось я набрала пока есть положить на склад они жрать не просят моль не должна съесть поскольку это хлопок то есть заявлено что это нить хлопка она реально хлопковая потому что у нас с оксаной был такой смешной диалог когда мы пройти пайетки разговаривали мы пошли их поджигать да как всегда что понять там полиамид синтетика что это нет сгорело все дотла прям в такой такой прах совсем пепел то есть состав натуральный то есть это хлопковая нить скорее все стопроцентный хлопок и с пайетками поэтому очень хорошая мне понравилось по крайней мере по своей цене да мне нормально а теперь вернемся к донигал да как мы помним что я решила взять донигал во первых потому что по нему соскучилась а во-вторых потому что хотел протестировать средства для снятия пропитки и мне было очень интересно связать вот эти китайские поэтки уже за этом чья они на самом деле алиэкспресс торгуют же сейчас все что угодно поэтому будем называть поскольку они соли они будут китайскими значит поскольку решила тестировать все сразу и мне было интересно я решила связать себе кардиган поскольку с кардиганами какая-то засада и я решила что мне нужно но что-то неординарное я решила скрестить коня и трепетную лань собственно получить донигал и смешать его с пайетками я изначально хотела смешивать больше на полосками какими-то но тут вмешалась оксана и сказала это ты свяжи пятнами как корову я группа у коровы на кнут увидел коров в пятнах больших когда-нибудь и гонконечно видела что короню и сказал человек из города москва который цвет когда выезжает на короче коровы видели все хотя бы на картинку и решили вязать пятна на движи образец пятна то есть я начала вот здесь вот кардиентом вязать но решили вязать пятнами и я стал вязать пятна сейчас будут показано просвет то есть вот там где одна тонн без пайеток там просто нить донигала в одну нитку просто донигал просто спицы по моему 3 там или 325 я не помню а там где пайетки там к донигалу добавлена нить пайеток как вы видите если образно говоря приложить правильно руки то никакой разницы буграми ничего не встает то здесь просто более плотно здесь просто менее плотно и все то есть повышается какая-то такая знаете прозрачность вот здесь в этих моментах а тут просто более плотное вязание с пайетками я скрещивала донигал и два вида пайеток пайетки темно-серые с блестящими пайетками такими и белые с серебряными матовыми белую нить серебряными матовыми пайетками вот у меня два вида пайеток использована как я вязала давайте перейдем к этому вопросу сейчас мы с вами будем мучиться пересветами да потому что высокий контраст белый стол черное это и как-то будем страдать но что делать по-другому у нас невозможно ну да я вижу черное я не вижу для мастер-классов на youtube поэтому вижу то что мне нравится то что носится поэтому это да черный цвет и поэтому много слов поэтому и как-то вам придется с этим жить значит так и так мы сами договорились что да я вязала кардиган для себя как самая безболезненная беспроигрышная и легкая я выбрала для себя кардиган регланом но он прекрасно на меня садится я не вижу никаких проблем в решении вопросов с кардиганом и тем более здесь метод энтарсии используется да для создания вот этих вот пятнышек пятнышки никак не рассчитывала прямо от балды брала при приматывала нить и вязала кусочками как вы видите они нигде не просчитана здесь даже получились такие красивые как бы листья вообще кардиган получился но на мой взгляд наверно очень красивый вот для меня вот это это очень красиво это очень носибельно и вещь которую можно носить вообще честно не снимая да и так давайте мы с вами детально рассмотрим я не буду рассказывать здесь о вязании реглана я не буду рассказывать здесь про расчет реглана да поскольку это всем все известно 150 тысяч миллионов каналов рассказывают как вязать реглан как вязать росток как там что-то еще вязать кто у нас учился в школе сами рассчитывают свой реглан да что у нас есть в этом реглане у нас в этом реглане есть элементы энтарсии у нас есть петли у нас есть коррекция на сутулась в обязательном порядке потому что я сутулюсь это достаточно широкое изделие хотя я вставлю фотографии как всегда на вот здесь будут стоять фотографии мои в этой вещи и вы увидите что ну нифига это не мешок не но для кого-то мешок несомненно конечно для меня это не мешок это вообще вещь для меня абсолютно базовой свободы облегания я бы даже сказала мои параметры все будет написано и так что я сделала я набрала обычным набором длинный хвост поскольку мне не надо было обрабатывать горловину я набрала обычным набором длинный хвост горловину как вы видите нитью с пайетками и донигалом ну то есть в две нитки да давайте вот так у нас будут параметры в две нитки и в одну нитку и дальше просто отвязала буквально два ряда нитью с пайетками чтобы вот этот вот кант не тягучий крепкий получить тут же хлопок да вот я получила вот такой кант получила этот кант и дальше я вернулась соответственно и начала вывязывать росток я связала росток связала углубление горловины по переду вот она вот донигал немножко косит я честно говоря не блокировал я просто разложила ровно то есть в идеале надо было заблокировать но у меня в процессе ремонта пропали вежливо говоря коврики такие вот эти пенополиуретановые для блокировки которые использую и а новая еще не купила вот соответственно он не до блокируем все можно сделать ровнее поэтому его чутка подкашивает но когда на себя надеваешь это не видно вот линия реглана у меня это две лицевые петли вот покажу где твит вот здесь вот около подреза вот смотрите вот это две лицевые петли и прибавки я сделала из нижних ну из нижнего ряда да у меня прибавки здесь идут в каждом втором ряду планка планку я никак не отделяла вообще видите вот она у меня нет никакой планки это просто лицевая гладь которая заканчивается двойной кромочной что такое двойная кромочная двойная кромочная это мы начинаем вязать ряд ну например отсюда да то есть мы первую петлю снимаем не провязывая вторую провязываем лицевой дальше идем по рисунку у меня весь рисунок например лицевая гладь доходим до последних петель предпоследнюю по лицу снимаем нить за работой если она у нас предпоследняя по изнанке то нить соответственно перед работой и последнюю петлю провязываем изнаночной следить что петли не были скрещены поэтому лицевой вы провязываете последнюю или изнаночной значение не имеет важно как вы видите петлю и не скрещиваете ли вы ее случайно да то есть чтобы кромочный край получался ровной косичкой вот соответственно и все и у меня вот двойная кромочная с одной стороны двойная кромочная с другой стороны такая вот видите на жирненькая кромочная получается вот и вся планка петля 2 вместе накид и накид который провязываем чтобы потом он был с дырочкой я этот кардиган не ношу и не планирую носить расстегнутым или носить на что-то ну если не просто топ какой-то майку вниз да то есть у меня эта вещь она будет носиться как джемпер стилистически я вижу такие вещи только так слишком это тоненький кардиган и и вообще прибавки у меня идут здесь в каждом втором ряду потому что здесь у меня достаточно специфическая плотность но мне прибавки во втором ряду на моих плотностях чаще всего подходит если хочу изделия вязать меньше образно говоря или у меня более плотное вязание то ритм прибавок рассчитывается индивидуально у меня достаточно широкий рукав он практически прямой то здесь очень небольшие убавки идут и рукав я вязала со швом рукав я вязала со швом по причине того что мне интарсию проще вязать обратными рядами мне так комфортнее то есть в данном случае я сочла возможным провязать кардиган без бокового шва что исключение вообще если у вас есть шов рукава то боковой шов тоже должен быть так будет лучше но в данном случае поскольку это донигал он еще две стирки вообще все заваляется так что ничего не видно будет то есть и петли скорее всего пропадут то я сочла возможным для себя не вязать боковой шов а связать только шов соответственно рукава естественно здесь есть подрезы как мы знаем то есть без них никуда и естественно коррекция на сутулость в силу того что я сутулое у меня спинка всегда длиннее чем передняя часть я провязываю укороченные ряды и укороченные ряды естественно они всегда идут на всю деталь они не идут какими-то кусками потому что сутулость это вот так они акулии у вас на спине какой-то плавник то есть укороченные ряды идут на всю деталь под названием спина в обязательном порядке идут они только в зоне лопаток надвязывание как многие делают надвязывание простите подпопника не может являться коррекцией на сутулость потому что волдырь у вас который необходим для того чтобы по спине хорошо сидела он у вас на лопатках от того что у вас на попе что-то болтается лопатки лучше не сядут так устроен этот мир поэтому коррекция на сутулость только в зоне сутулости если есть необходимость закруглить низ и сделать его более фигурным да пожалуйста без проблем делайте если хотите как я заканчивал заканчивая тоже очень просто покажу на рукаве вот рукав я рукав просто закрыла изнаночной протяжкой по лицу первую снимаем вторую провязываем изнаночной и протягиваем сквозь предыдущую следующую провязали изнаночной и протянули опять сквозь предыдущую то есть вот такой протяжка без всяких там накидов эластичных закрытий все нормально все нормально все нормально как вы видите но у меня и широкий рукав то есть мне не надо его никуда натягивать у меня рукава все такие чтобы под них и часы помещались и украшения если есть такая необходимость их как-то спрятать например зимой да вот изделие у меня повторюсь широкое потому что у меня если внимательно посмотреть сейчас я загляну в данные вот у меня ширина 55 сантиметров при том что у меня полу обхват груди это 43 43 там 45 не больше то есть и у меня не меньше 20 сантиметров на обхват груди у меня свободооблигание рукава у меня тоже не самые узкие то есть у меня у проймы рукав вот здесь вот 18 сантиметров то есть в окружности он будет 36 то есть не маленький не маленький рукав манжет 13 сантиметров то есть тут есть вот то есть 26 по окружности и соответственно здесь идут убавки убавок не очень много как вы видите вот и все то есть а здесь вот как раз можно заметить когда сложен да что вот паяточные фрагменты они относительно лысеньких они немножечко выпуклые более становятся но когда вы надеваете на себя и только вот сложном виде видно а когда вы на себя надеваете то есть эта плотность она ничего не дает то есть она не торчит то есть она гладкая если вы можете рассмотреть абсолютно гладкая данную вещь можно носить и наизнанку но я изнанку честно говоря не доделала мне что-то все как-то не досуг не досуг по изнанке очень красиво я считаю получается но для того чтобы это было безумно красиво надо еще сюда вмонтировать паяточные нити вот эти хвосты чтобы они еще были да потому что их маловато для того чтобы это изделие ну было скажем так чтобы эти пайетки выглядели как прям нарочно сделанные да поэтому я еще концы толком даже не обрезал как вы видите то есть мне надо сесть и добавить еще хвостиков дополнительно да и тогда эту вещь можно носить будет на две стороны то есть а тут будет такой вот хулиганский вариант фэшн помните у шанель 2 или 3 года назад у них как раз вот с полосками они такие вещи делали тоже не хвосты со всех сторон торчали ну поскольку я пока еще не сделала этого то я пока нашу честно говоря вот так ну нашу как я сфотографировала нас жахнул шаром жара в москве 36 градусов в 36 градусов сами понимаете вдоль в донигале особо не расходишься потому что очень-очень было жарко а когда было жарко я вязала буретный шелк по расходу что у меня было по расходу ну скажу честно я не взвешивала отдельно до все позиции поэтому можно только логически вычислить ну то есть если вещь весь кардиган весит примерно где-то четыреста десять четыреста пятнадцать грамм вместе с пайетками да то есть у меня пайетки ушли примерно 130 грамм ну то есть я взяла два моточка да у меня а у меня было 33 моточка у меня был то есть я взяла три моточка и у меня из трех моточков ушло я взвесила остатки и у меня то есть осталось 20 грамм значит 130 из трех мотков я израсходовала 130, потому что у меня черных ушло почти 2 мотка, а серебряных у меня ушел 1 моток. Итак, я из расхода был примерно 130 грамм пайеток, значит, донигал примерно 280 грамм. Ну, то есть, вот смотрите, какой, ну, я считаю, что это небольшой расход. Если учесть, что донигал вязался и вот в этих фрагментах, а пайетки вязались только в этих фрагментах, да. То есть, вот весь расход донигала, это, ну, округлите 280 до 300, 300 грамм, то есть, на меня это 1200 метров, да. Ну, 1200 метров, а так вот получилось. Мне очень нравится эта вещь, потому что, я не знаю, там, атласную юбку, ашку какую-то, юбку-комбинацию, да, платье-комбинацию вниз надеть, и будет, это театральный образ, там, да, с какими-то красивыми туфлями, босоножками, изящными, там, лаковыми. Если вы надеваете, как это ношу я, например, там, я могу это и с кедами надеть, с какими-то, и с какими-то безумными штанами, там, с джинсами не очень хорошо это все вижу, хотя у меня есть черные джинсы, с ними красиво, то это будет просто каждодневный образ, вот, ходи куда хочешь. То есть, я вот хожу куда хочешь, но, честно сказать, люди оборачиваются. Вот, поэтому, ну, мне очень нравится, вещь красивая, то есть, я планирую носить долго, много и с удовольствием. Поэтому, когда речь заходит у нас о сочетании несочетаемого, есть версия, что вот сейчас такое удивительное время мы с вами живем, когда можно носить все совсем. И мода, она настолько стала комфортной именно для человека, что я, ну, просто наслаждаюсь сегодняшним моментом жизни и не без удовольствия использую все актуальные ныне тренды, да, в современной жизни. Особенно, что касается всяких вариантов миксов, фьюжен и всего остального. Какие, наверное, рекомендации по похожему изделию я могла бы дать? Пункт А. Отсутствие всяких резинок вообще. Либо вы вяжете бомбер с элементами спортшик, то есть, к такой вещи можно приляпать резинки, ну, такие 2х2, не надо 1х1. Например, плотно связанную резинку 2х2 с контрастной полоской. Ну, здесь вот можно полоску, например, серебряную вывязать, да, по резинке. И тогда в такой ситуации мы припосаживаем изделие, кому не идут такие прямые силуэты, то есть, мы можем сделать резинку снизу и резинки, соответственно, на рукавах. Вот такая вещь, она будет хорошо смотреться именно в таком прочтении, то есть, если вы будете вязать по принципу бомбера. А пряжи какие использовать? Я бы рекомендовала какой-то ламп, свул, вероятно, донигал, ну, то есть, все пряжи, которые дают ровное бархатистое полотно без явного прочтения петель, то есть, чтобы петли как бы в глаза не бросались, ну, что это вязаное полотно, да, то есть, то, что даст бархатистую структуру, суперджелонги какие-то, да, что-то вот такое вот. То есть, вот эти пряжи, они подойдут неплохо. Естественно, сможете ли вы связать так, чтобы у вас фрагмент, скажем так, без пайеток не выпрыгивал относительно фрагмента с пайетками, это тоже большой вопрос, но это ловкость рук и никакого мошенничества. То есть, и здесь все придется вязать одним номером спиц. Ну, и, соответственно, стирать так, чтобы это все не усело, потому что все, что садится и уваливается, это, как правило, из-за вашей разницы температуры, из-за любви запихать в машинку. Например, когда у вас погода такая, что вода в холодном кране отличается значительно от 20 или 30 градусов, которые вам выдаст вашу машину на вашем режиме. То есть, от этого, как правило, это все происходит. У меня ничего не село вообще, даже чуть-чуть подвытянулось, но потом вот оно подвытянулось, когда только-только высохло. А потом, когда оно еще досохло, то есть, оно как раз ставило того размера, который шел четко расчетно, четко по образцу, сошло все сантиметр в сантиметр. То есть, поэтому не надо морочиться. У меня было, то есть, у меня все хорошо. Не знаю, у кого там донигал на 30% подсаживается, но не садится он у меня настолько. 5, максимум 10% это прям если, ну, что-то я прям переборщил со стиркой. В остальном все раскрылось прекрасно, все прекрасно постиралось. Дальше, по свободе облегания. Девочки, не вижу я эту вещь, вот эту шелудивую корову, понимаете, я не вижу с прилеганием хоть к каким-то к фигуре. Вот вы меня хоть убейте, потому что это будет выглядеть, ну, я не знаю как. Это будет очень выглядеть странно. Лишай, псориаз, что угодно, но никак не дизайнерская вещь. То есть, да, поэтому для меня такие вещи это всегда значительная свобода облегания. То есть, от 20 сантиметров на обхват груди и никак не меньше. То есть, в ином случае это будет выглядеть очень странно. Дальше, те, у кого грудь. Вот здесь можно очень хорошо вот такое изделие посадить на большую грудь. Почему? Потому что вы просто убираете, например, вот эту. Вот этот фрагмент с пайетками. И делаете выточки. То есть, там, где у вас выточки, да, у вас просто-напросто нет пайеток. И все. И убираете пайетки. Единственное, следите, чтобы у вас, например, по зоне груди не попались светлые пайетки. И чтобы светлые пайетки еще под грудь прям не попали. То есть, старайтесь светлые пайетки, все пятна вот эти, разместить на спине и рукавах, например, да, как у меня. А вот эту пайетку, ну, у меня-то плоскость, мне можно. А вот здесь просто сделайте, например, темные пайетки побольше. Тем более, если у вас здесь будет выточка, например, да, то у вас здесь вообще будет просто твит. И тем самым ваше изделие сядет хорошо. И смотреться оно будет изящно, да. То есть, пайетки не будут бросаться в глаза. Это у кого грудь. Про сутулость я рассказала раньше. Для того, чтобы что-то там не вытягивалось на рукавах. Рукава все вытягиваются всегда на любой пряже. Тем более, чем больше они вас обтягивают, тем сильнее они будут вытягиваться. Поэтому, если у вас широкий рукав, он вытягиваться не будет. Если он у вас рыхлый и узкий, то, конечно, он будет вытягиваться. Поэтому не пытайтесь жать там, где не сеяли. Там, где рыхло и в обтяжку, будет вытянуто. Там, где плотно и в обтяжку, вытянется чуть меньше, но вытянется все равно. Там, где нет обтяжки, там ничего не тянется. Это что касается вот такого. Вижу ли я этот кардиган длинным? Как вы видите на фотографиях, он у меня не длинный. Я его не очень вижу длинным. Я его не вижу запопным. Ну, вот это, знаете, попочку прикрыть, чтобы не мерзло. Чтобы не мерзло попочка, есть пуховики у нас с вами, куртки, пальто. Да, вот, поэтому... Но я этот кардиган вижу прям фактически в пол. Ну, то есть, вот до середины икры, наверное, он может быть. Как пальто, условно, да. Но это будет уже совершенно шик, то есть совершенно невероятно. И надо продумать, как вы его будете носить, с чем и, самое главное, в какую погоду. Потому что у меня вот, например, вещь под названием вязаное пальто вообще не присутствует в моем гардеробе. Ну, не носится. Мне некогда носить, потому что у меня либо холодно, либо жарко в такой вещь. А вот кардиганы заходят отлично. Ну, их и зимой можно носить, да, потому что у меня под любую куртку такая вещь залезет. Ну, и, как я раньше говорила, эта вещь спокойно может носиться в городе вообще без проблем по поводу и без. Я планирую сделать поводом свою замечательную, счастливую, прекрасную жизнь каждый день и наслаждаться, как только у нас похолодает до, скажем так, доступной для такой шерстяной вещи погоды. За сим откланиваюсь. Следующий проект мы с вами рассмотрим, скорее всего, джемпер-футболка из буретного шелка я вам покажу. Свитер-футболка. Ну, там, короче, непонятная вещь, потом покажу, расскажу. У меня пока даже фотографии нет, которые я вязала. И в ролике раньше я рассказывала про подмод, да. Ну, так вот уже вещь готова, но вопрос, что нет фотографий, как всегда. Все про Донигал я вам все рассказала, про пайетки рассказала. Алиэкспресс пряжа с пайетками. Каре Вул у нас с вами средство для стирки здесь было. И Донигал, Ир Магнон у нас ввозит, она еще привезет сейчас вот Донигал, сказала, будет возить. Тобиас, у нее замечательная пряжа, сходите, посмотрите. Плюс Ира еще ведет различные виды совместников. Ну, то есть там это не обучающий курс, а просто когда вы вместе в компании вяжете. Ну, многие любят такой формат, он классный, и это тоже здорово. Поэтому удачи вам, хорошего настроения, ну и вяжите лучше меня, вы можете, я абсолютно точно в это верю. У нас продолжается все с вами черная полоса, да, и следующий будет у нас черный буря. Пока-пока-пока, вяжите лучше меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова